Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в своем ебанутом шоу. И сегодня мы будем делать свою жигу. И мы не будем поступать как сраные мажоры, которые покупают готовые проекты или просто приезжают на рынок и вкладывают огромное количество денег. Но прежде чем начать, хотел бы вам рассказать об одном челе, зовут его Владимир Андреевич, который занимается такой же ерундой, как и мы, то бишь заряжает жигу для дрифта, только находится он в Красноярске. Так как он дрифтит на Красноярском кольце, его всегда окружают топовые дрифтеры, такие как Царьградцев, Гочи, ну и остальные, как их там зовут, я уже не помню. В общем, очень много всего интересного и познавательного. А еще он мне прислал наклейки. Отличные наклейки, и те, кто фанатеет от него и живут в Москве, можете встретиться со мной, и я подарю вам эти наклейки бесплатно. Ну а мы, соответственно, начинаем, закатываем свою жигу, покажем, что такое настоящий дрифт без бабок. Погнали! Ну что ж, друзья, как вы видите, мы находимся сейчас в Вермерсе, и, судя по погоде, самое время строить дрифтовый корч. Как вы и знаете, многие блогеры напокупали себе жиг, кто-то купил уже готовую, это совсем неинтересно, кто-то тупо вкладывает в нее бабки. Соответственно, это тоже не наш вариант. Мы будем строить машину из того, что есть, и то, что вы нам подгоняете. Вся информация будет в группе. А сейчас мы загоняем эту чахоточку, и начинаем строить корч. Погнали! Что-то на летних сликах не очень она доедет. Что делать-то? Начнем мы, естественно, с самого главного. В дрифте самое главное это резина. Конечно, все скажут, что вот, есть резина, которая супер подходит для дрифта, но я нищеброд и ставлю то, что у меня есть. На перед я поставлю не ИШП, тут протектор не такой злой, а назад я поставлю Матадор Омск шина. Тут протектор явно злее. А нам что надо делать? Нам надо цепляться. Ну что, погнали бортировать? Ну вот, мы все и разобрали. Но прежде чем надеть длинные баллоны, естественно, я не могу позволить себе брифтить на этом галнире. Так как время позерства прошло, колеса мы будем делать наскоряк. Потому что если вы будете целый сезон собирать свой корч, вы проебете все на свинь. Погнали! Пока сохнут диски, надо заняться подвеской. Но сперва надо устранить косяки эстонца. Погнали! С защитой совсем что-то стало плохо. Ее мало того, что выгнуло, так еще болтан пизда. Придется приваривать и выкручивать как тот раз. Шпилька кронштейна амортизатора тоже пострадала. Точнее, она просто отломилась. И надо решать что-то с этой сваркой. Видимо, придется крепить опять-таки на сварочку. Глушаком вообще беда. Его чрезмерно погнуло, и он упирается теперь в датчик заднего хода. Он его разломал, и, соответственно, все у меня коротнуло. Поэтому с этим тоже придется разобираться. В принципе, все. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 мне на запчасти я позволил себе купить оригинальную запчасти лада пожалуйста хотя это не я как бы друг не купил первой попавшейся сейчас мы его поставим пацаны напишите в комментарии кто мажет резинку а кто нет интересно ваше мнение я вот мажу в принципе все посмотрим посещает или нет лада 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 оригинал ладно цены пришло время поменять помпу как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этого делать, конечно, нахуй не надо Но так, как я рукахую, это нормальная практика И, соответственно, прокладку с двух сторон намазал За того, что буду использовать антифриз Богатый Так что, как вы делаете, я не знаю Можете что-нибудь нам подсказать Так, ну и все, и собираем в обратной последовательности С помпой все закончили Сейчас найдем жижу Вот добрые слесаря из Vermerser Погнали нормальный антифриз Видите цвет? Этого и этого Упс Так, с антифризом закончили Сейчас Зальем маслица Заебанную эту растяжку Неудобно наливать через боковую Я переливаю в слоненок Наливаю всегда чуть-чуть побольше уровня Чтобы при перекладок и боковую нагрузку не отливал Ну, это мне подсказали, естественно, на самом деле Отлично Так как защита у гора превратилась просто в кусок говна Которая била по мотору То есть такое Не подонок Так, ну вот так вот Усиленно Сейчас мы ее поставим и зацениваем Все лучше, чем сток Вот так она выглядит Не знаю, чем она от стоковой Отличается, но тем не менее Суть, к сожалению, у меня проблемка вышла Отвалилась закладная еще, когда был стенд Естественно, прикрутил его так На трех болтах В принципе, держится нормально И поставил с внутренним шестиграничком И тут тоже Будем заваривать диф Как обычно Все эти прикипели Барабаны Поэтому мы снимаем таким способом Кто не знал Это нормальная тема Лучше, чем разгоняться И, блядь, пытаться Сорвать их Насколько Опять рэпер пришел Пацаны Пацаны Бежим, блядь, рэпер Здорово Я Руси Единственный человек, который круче большого русского босса Итак, момент настал Мы снимаем барабанник Оп Что у нас там? Все, целка-целка Еще походим Смотрите, птишечка DC Такой, короче У меня не выходит в камин цветок А что за штаны? Как говорят специалисты Для начала попробуйте открутить заливную пробку Потому что она может произойти в пиздец У меня пошла, пацаны Убой Все, давай откручиваем сливную пробку Давай-давай Сточки, давай пиарни скажи, кто лучше всех заварил Скажи, по бразильской системе, блядь Да, я завариваю диф лучше всех Особенно, если это дело не я Ой, судя по состоянию жижи А, не, она, кстати, красненькая В принципе, ничего Можно обратно залив Не надо, не форшмач, конья Я не форшмачу Я по запаху определяю Прекрасным пахнет, да? В принципе, да Это значит Самое главное Вот посмотри сюда Стружки совсем немного Значит, заваривать можно Я так определяю Жил, что тут? Что мы сделали? Я снимаю, ты просто стоишь Я консультирую, блядь Ёбка, блядь Инструмент поломал Инструмент Гайка, майка Ой, смотри, какой язык Хлопа? Лучше Обучился, короче, еще Хлопий Слышишь, он, походу, изучает свой язык Хлопий язык, да Пропагандирует в группе, блядь Слышь, давай, давай сделаем Слышь, кто хочет серии Хлопа Смотреть на день раньше Платит на пяти Да, натурик, 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 лэдь Не, ну тогда уже, короче, чувак по косарю По косарю, я же Хочу увидеть раньше Ну да, да, уже по косарю Вася, натурик, слышь А че за штаны, лут А че за штаны, лут Не знаю, не мисс подогнал О, нихуя Подгон от Михайлович А че там Роберто из гаража, бля Кто там? Кросс Кросс Не, я думал, такие DC какие-нибудь А кофту не ты ему подогнал? Нет Да Лут Лут Опа, нифига Брат, все вышло Не с растушкой? Нет Нет? Тут не с растушкой Подскажите, парни Скажите, кто-нибудь Не, надо посильнее просто уебать, мне кажется Да, блин, он сейчас уебил Это хуйля туда встекло, бля Ну сразу подаришь Чего? Жигуриз, кажется Ну, все, полный Ты забирай стену, когда подрастет отбас Что я сделаю? Включай Ну, надо же заснять, что-то сделать Еще одну гайку проебал А че за гайка? Нужная? Вроде да Вот же она, как шо Итак, карданчик мы открутили Его в сторону Начинаем операцию по съему редуктора Вот так вот Когда же последний болт откручиваешь Почти, что это хуйня тяжелая Думаешь, ебанется сразу? Так, что, погнали Вытаскиваем это говно Ух там, все охуенно Пацаны В общем, сняли редуктор Сейчас его помоем И будем варить Мы готовы заваривать Так как я по сварке рукахуй Будет заваривать Игорек Он, кстати, против И портить автомобили Он был против пилить машину расточителя Но, тем не менее Она была в топе сделана И сейчас мы заварим здесь Ну, теперь переворачиваем И варим с двух сторон Как бы делаем то же самое тут Вот такая вот жигурда у нас получилась Сейчас попозже он остынет Мы его продуем Чтобы там ничего не мешало ему крутиться А пока пойдем подготавливать мод Для установки редуктора Короче, зачищаем от старой прокладки Всю эту хуйню Видимо, я зажрался Не брюк с таким прокладками Но вот такие вот прокладочки Не вызывают у меня никакого ощущения надежности Поэтому я все промазываю Блин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, редуктор на месте Надеюсь, течь не будет Теперь с карданом Совмещаем Вот эту метку и вот эту Как бы Лучше делал так А то хуй его знает В чем может произойти В общем, дело на самом деле Просто на час, наверное Если есть весь инструмент И сварочный аппарат Так что не сыты Нехуя трамжириться на Всякую пижню Делайте совар А лучше не делать Скупайте блок В принципе, все собрано Осталось залить масло Не ингресить? Да А почему ты решил, что, бля Жил-4 надо заливать А не жил-5 Да ничем не будет от Жигули Туда хоть минералку заливаем Масло будем использовывать Ахотики GT Oil В эксплуатацию посмотрим, как оно Все Самые главные технологии Заводы-изготовители Класс Бюджетный вариант выворота Нормально, смотри Нихуя выворот Нихуя себе выворот Увай каша, брат Все, пацаны Пацаны Так делать не советую Покупайте лучше сразу рычаги Тут у турботемы Но на первое время покатится Сейчас, каша Ну что, в принципе, все Последний штрик В сборке моего корча Мы заменим вот эту ручку На более спортивную Мне подогнали ее Друганы Подписоны Они Сейчас вам покажу Они эту херню Вот эту херню Сделали на 3D принтере Вы понимаете нанотехнологии? 2016 год На 3D принтере Делаю ту рукоятку Для жигули Космос Ну и, соответственно, накручиваем ее сюда Вообще так Спасибо, пацаны Респект и уважуха Вот с этой фигней Я даже не знаю, что делать Может быть, разыграю Или что-нибудь еще Кому нужна позерская рукоятка Пис Итак, дорогие друзья Вот и закончилась Постройка нашего VIP-дрифт-корча Stage 1 По поводу следующих изменений Мы проголосуем У меня в группе ВКонтакте И сейчас мы поедем На специальный полигон Где согласнемся С подготовленными чуваками Посмотрим, сможет ли VIP-ка создать им Конкуренцию или нет Погнали! Итак, дорогие друзья Мы наконец-то достроили Свою VIP-ку И теперь она готова Валить в бок И чтобы понять Насколько у нас это Хорошо получится Мы приехали на автодром Спартак На этом автодроне Многие школьники Набрав скиллса Попадают в РДС И становятся лучшими пилотами Района Москвы России Да и всего мира Все что скрывать И сейчас мы попробуем Навалить и посмотреть Что что-то происходит И есть ли у нас Какие-то шансы Стать самыми крутыми И переворачивать Всех дрифтеров Погнали! Так, ведем прямой репортаж Со спартака Ох, лох, 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 лох Нихуя, нихуя Нихуя Луц выжил, выжил Он еще сам не знает Как он может Что он может И что может с ним произойти Музыка 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 Все, я хочу домой Вот такой движняк Ночью происходит На Спартаке Здесь вообще все Абсолютно все Блядь Вот она Вот она РДС Вольво И мы снова Ебашим Уже в толпе С Лусом Наша группа Из семи машин Подходит К другому поворотику Что творится Что творится На этом Спартаке Не передать эмоциями Просто какой-то пиздец Рульскую сторону Быстрее Я ибал, брат Стэнс Я теперь дрифтер Старикратно Берегись меня Давай Давай в лопатный Брифтер Ай 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 Ебать Ты его убил Луч Бля 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 Это пиздец Рав taking the Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как я заварил редуктор, штатного карбюратора не хватает, колеса не буксуют и машина прямится, и это никуда не годится И в следующей серии мы вам покажем, как бюджетно повышать мощность А вы свои предложения по доработке двигателя кидайте мне в группу ВКонтакте И мы там обсудим, что же надо на самом деле с ней будет сделать Ладно, слушай, чувак, похоже, тоже подрехнет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok